До того, как мы начнём, дорогие друзья, разговоры о недельной голове, я бы хотел сделать маленькие предусловия о нашей теме, которую мы хотим с Божьей помощью сегодня с вами пройти. И сказать то, что тема, которую мы с Божьей помощью сегодня с вами пройдём, оно очень серьёзное, сильное и может человеку дать приватно, лично, в семье невероятно большие благословления и в этом мире, и в будущем мире. Это чрезмерно большая сила, которую мы с Божьей помощью сегодня с вами пройдём. Оно чрезмерно сильное, но которое требует вера, вера Творца. И даже знать то, что сегодня на завтра, может быть, эти вещи чрезмерно тяжёлые, может быть, нам покажутся. Но если мы не знаем этих вещей, то, конечно же, можно потерять много добро, которое на самом деле могли бы мы получить. И, может быть, если мы сегодня, завтра мы не сможем этих вещей достичь с Божьей помощью, через какое-то время, если мы знаем этих вещей, и они стоят где-то у нас в голове, и можем этих вещей достичь, можем иметь невероятно большое благословление. Эти вещи, которые нелёгкие, уже сразу же до этого я бы хотел, чтобы мы знали этих вещей, вещей, которые чрезмерно сильнее, но как любая вещь в этой жизни приобретается нелегко, точно так же в духовных вещах эти вещи приобретаются тоже нелегко. Человек, можно пойти в магазин и купить бриллиантовое кольцо, которое бриллиант — это сафир, это не... или деланное из пластмассы, за 10 долларов, оно выглядит на самом деле так, как бриллиантовое кольцо. Но настоящий бриллиантовое кольцо, его тяжело добыть, его тяжело обрабатывать, его через меня много силы, много часов работы требуется. И чем больше, чем тише этот бриллиант, чем дороже бы вода, и оно стоит тоже. Тоже так же в любой вещь в этой жизни. Но, не зная об этих вещах, тоже, конечно же, не дело. Так что, просто будьте к Творцу, к Безврата Шим, чтобы удостоились мы все правильно понять этих вещей, Безврата Шим, и чтобы было большое твое ли тоже в нашей жизни, на Кенни Радзон. Мы хотели бы сегодня с вами пройти одну послуку, которую написано в нашей недельной главе «Парашет Мишпатим», «Аймена», где Тора говорит нам о следующем случае. «Ки гнев, из шоуру сэм, в тахо омехарох, хамиша пакари шалэм, техадашор, Виарба цон та хадасе. Написано на втором следующей вещи. Если человек, если украдет кто быка или овцу и зарыжит его или продаст его, то пять быков заплатит за быка, а четыре овцы за овцу. Говорит нам Творец, что если человек пришел, украл какую-то вещь, что, какой вещь определенной, или это был бык, или это был овец, и человек потом продал, или же человек зарезал его вор. Речь идет о воре, который украл быка или овца. То говорит нам Тора, что за быка человек должен заплатить пять раз больше, чем стоимость этого быка, и за овца нужно заплатить четыре раза больше, чем стоимость овца. Что мы должны такого серьезного изучать сейчас от вора? Что тут такого большого? Как любой заповедь, дорогие друзья, авторы, это не только заповедь, приводай, заключаются в него разные уровни понятия. Есть уровни понятия Пша, Траш, Ремес, Сот, глубокие объяснения, а есть же объяснения морали, которые мы можем на самом деле в тех или иных заповедях найти. Давайте посмотрим, что говорят Траши на этом месте, который приводит Михилтову. И, в принципе, тоже мудрецы, в 7-8, мне кажется, Трактор Шаббат уже говорят об этом. Говорят нам следующую вещь. Амар Раби Йоханам Бетзакай. Говорит нам Раби Йоханам Бетзакай. Хас хамаком алкфодан шальгриот. Творец был чрезмерно осторожным и тщательным к уважению человека, уважению своего творения. В каком смысле? Человек вон. Какое уважение? Какой Тора обращает внимание на уважение этого человека? Посмотрим. Шор, говорит бык. Человек, который украл быка, и бык может, в принципе, сам ходить. Человек пошел у кого-то во двор, или же на поле украл, а другого человека, быка. Идет человек сейчас на улице отвезти, чтобы он привез его домой, или в месте, где он хочет зарезать его. Идет на улице, идет ворованным вещами. И бык, говорит, он может ходить на своих ногах. И у человека не было никакого пренебрежения, не было никакого неуважения по отношению к тебе. Не такой, так как, если бы человек, когда он будет воровать овца, когда человек будет воровать овца, то не может, овец не будет ходить. Просто так. Ему нужно взять на плечо. Так говорит нам про Бьохана, дорогие друзья. Творец был чрезмерно осторожным к уважению человека. То, что человек, который носил овца, у него было чуть-чуть пренебрежения. Чуть-чуть он был, скажем так, в неуважении, или у него было чуть-чуть позора от того, что он носил сейчас этот овец. Больше, чем человек, который носил сейчас бика, который не носил, а его бик сам не находил. Оба воры. В обоих случаях они воры. Но поскольку у человека, который воровал овца, у него больше унижения, он больше, у него был какой-то момент перенебрежения, момент перенебрежения или, скажем так, буша, какой-то стыд, который у него был, тот тварец сказал, что он заплатит 20% меньше, чем человек, который воровал быка. Он будет заплатить 4 раза больше, а тот, кто воровал быка, будет заплатить 5 раз больше. Говорит утром Йоханан, то, что человек, который носил овца, он будет платить 4 раза больше. Почему? Потому что у него было перенебрежение от того момента, то, что он носил сейчас этого овца. Это слова, дорогие друзья наших мудрецов, объясняя этот момент в Торе. Вещь, которая, на первый взгляд, казалось бы, что... Речь идет, дорогие друзья, о воре, вор. И мы хотим изучать какой-то урок от вора? Мудрецы говорят, да. Не только то, что мы хотим изучать, дорогие друзья. Пойдем еще глубже посмотрим, о ком идет речь. Человек, который ворует быка или овца, то у него уже нету самоуважения. Где он уже? Он уже не стыдится ничего, в принципе. Он же берет ворованную вещь, идет и бегает, идет домой или отвозит его от этого. И даже в этом случае нам казалось бы, что какая разница, он сейчас носит на плечи, он носит, он бык ходит именно со своих ногах. Он вор, он ворует, ему нужно, он уже потерял, в принципе, все, все, как бы, человеческие какие-то принципы или что такое. Он настолько уже унизился, то, что он делает такие вещи. Какая разница, он ворует быка или он ворует овца? Это в человеческих глазах, так бы казалось бы. Но проходит нам Тора, не, 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 не. Тора приходит и заходит в глубине, в глубине, в глубине души человека. То, что нам, человеческим глазам, мы не видим, что бы казалось бы, что есть разница, он носит быка или овца. Да, может быть, действительно, в человеческих глазах мы это не видим. Но Творец, который создал нас и знает глубину, глубину нашей души до именно самого последнего, и он знает, что человек был создан от души, и он знает, что человек был создан от материи, и он знает, что человек переживает разных именно сейчас моментов, и он все прекрасно понимает, в каком сейчас человек состоянии. Он говорит нам, то, что в душе, в глубине, в глубине, где-то, где-то, где-то у него там, у него есть какой-то позор, он стыдится. Он сейчас носит на улице овца. Этот маленький стыд, который он сейчас переживает, от него уменьшается уже наказание, которое он должен был в принципе нести. Они должны были в принципе нести то же самое наказание. Пять за овца и пять за быка. Какая разница, они воруют вещь, он пошел, зарезал или продал, даже не были нести. Но нет. Говорит нам Творец, он уже свой наказание, которое он должен был бы получить, он частично он уже отплатил. Он уже отплатил от стыда, который у него был. От стыда, который у него был, он уже 20% уменьшился от его наказания. Вещь, которую только Творец может знать, где именно человек чувствует, какой именно весть. Что мы сегодня видим, дорогие друзья? То, что наказание, мы сейчас посмотрим тоже награды, они не черно-по-белому на самом деле берется, так как мы это на самом деле видим. Все в глазах Творца 100% идеально расшитено, все то, что приходит на человека в этом мире или в будущем мире. Если вещь приходит на человека, определенная вещь, это значит, все в меру, мама, миллиметр в миллиметр должен был бы на самом деле человек получить. То это наказание, то это именно награда, то, что бы оно не было бы. Любой вещь. Этот мир, этот не джунгли. Мы уже не так это сказали. Вещь, которая происходит с человеком, она 100% именно рассчитана на сверху. Одинаковый момент, дорогие друзья, мы находим, как замечают на самом деле, нравится как Блазер, то, что мы находим аналогичный момент Торы про случай тогда, когда девочка, которая была замужная и имеет отношения с мужчиной, или девочка, которая была помолена, а Руса не помолена в наше, как бы, времени, то время это была у них помолка, и свадьба у них была, как бы, разделена, все время все это делали, в принципе, вместе, но девочка, которая была Руса, а логически, скажем так, уже какой-то статус у нее есть, да, как бы, то время у нее был какой-то статус, то если оба, как бы, пошли, имели отношения с другим мужчиной, у них разные наказания. Говорит нам Тора, девочек, женщина, которая была замужем, у нее наказание тем, что его душат. Один из четырех смертельных наказаний, которые у нас есть в Торе, это самое низкое, это что? Душить, как бы, человека, это что? С двумя сторон именно берут нитки и, как бы, тосок, как бы, литки и тянут их, и пока человек им не душится. А девочка, которая на Раме Ураса, но девочка, которая была помоленная и пошла, имела отношения, то получает наказание, самое страшное наказание, которое в Торе, что? Скиля? Затоптась камнями. То задается вопрос здесь, в чем разница? Разница в том, то, что женщина, которая была замужем, она, замужная женщина уже, у нее уже связана со своим мужем. И тот момент, когда делает она этот грех, она стопроцентно не может именно наслаждаться от этого греха, потому что она боится то, что сейчас может любой момент ее муж здесь появиться. А все то, что мы не находим с на Раме Ураса, это девочка, которая была помоленная, у нее наслаждение намного больше, чем у другой женщины, и за это наказание намного тоже больше. Мы видим, как как Динейша Майн, так как награды, наказание сейчас признают даже наградам, как все абсолютно тщательным образом берется не только от реальности, которой человек сделал, какое-то действие, а настолько человек имел наслаждение, или же стыд, или же душевные переживания в тот момент, когда человек сделал эту заповедь или этот грех. И все стопроцентным образом рассчитывается в глазах Творца, который знает действительно, что происходит именно с человеком, все рассчитывается один в один, все то, что именно полагается именно на человеку. И если мы понимаем, дорогие друзья, то, что настолько сильно и тщательным образом когда Творец рассматривает, когда речь идет о наказаниях, и человек, когда делал какой-то грех, настолько, настолько, намного больше, когда речь идет о заповедях. Когда человек делает какую-то заповедь, то иногда думаем, да, два человека делали оба какую-то заповедь, двое женщины оделись им на цнюдно, одна в бнеебраке, одна в в России где-то. Мы думаем, что это одинаково. Два еврея соблюдают шаббат. Один человек в Иерушалайме, другой человек соблюдает шаббат в Германии где-то. Один человек строит сейчас суку в Германии, и третий человек строит суку в Батяме. Мы думаем, что это одинаково. Нет, дорогие друзья. Говорят наши мудрецы, вот Рабин Атан, то, что паам эхад бе цаар, один человек, который делает заповедь с болью, миммея шелло бе цаар. Оно намного больше стоит, чем сто раза, сто митцвот, которые человек делает вне боли, без трудностей. Человек, который в бнеебраке, конечно, он может построить цуку, и, конечно же, он может ходить им над снютно. Но человек, который в том месте сидит, где нету, и это тяжело, это нелегко дается делать эти заповеди. И человек делает эту вещь. Оно настолько, настолько, намного, намного больше, чем человек, который он в легкости может это делать. Сравнивается ли заповедь, которую человек соблюдает, будучи не рожденным в религиозной семье, или человек, который рожден в религиозной семье. Говорят наши мудрецы, там, где стоят балы и чува, даже цадыки не могут стоять. Человек, который делает, его сложность, у него есть какая-то заповедь, оно тысячами разы больше стоит, чем человек, который ему легко дается. И так же выражается, дорогие друзья, наши мудрецы, посмотрим, настолько велика эти слова, которые говорят наши мудрецы в трактате Шаббат. В трактате Шаббат рассказывается то, что в Шамайме через 120 лет, когда человек именно приходит и идет, как бы, суд, суд наверху, когда идет, если даже будут, посмотрите, что говорят наши мудрецы, невероятная вещь. даже если 999 сторон придут в Шамайме сказать, что обвинит человека. И один из ангелов, который пойдет сказать хорошие, добрые слова против человека, про человека, Ницол. спасать это человек. Если в грехах мы видим такой вещь, то, что творец настолько обращает на любой именно тщательно-тщательно в дютельку, в дютельку все то, что именно приходит на человека и нету ничего экстренного, ничего больше или меньше в человеке. То, что приходит цадык, так как именно приходит идеально на человека, но много-много больше, когда речь идет, когда идет о милосердии, когда человек идет, речь идет о заповедях, которые человек делает, настолько больше считается, когда человек делает какой-то заповедь, когда ему это нелегко. Настолько сильно рассчитывается, когда митсва человек делает в сегодняшний день тот момент, когда это нелегко делать заповеди, когда это нелегко соблюдать шаббат, когда это нелегко соблюдать кашут, когда это нелегко носить кипу или ходить сниутно. Тысячам и тысячам раз больше, чем в предыдущих поколениях. И к этому уже сказал наш Саббакадыша, пример, который я уже сказал, мне кажется, в наших уроках, и необходимо постоянно повторять этот пример. История реально, которая произошла с Хофицхаймом, пришел человек к Хофицхайму, говорит, дадите, пожалуйста, у меня благословление на Парнасу, Хофицхайм дал им благословление на Парнасу, через какое-то время приходит этот человек и говорит, и видит Хофицхайм, то что он такой весь в радости и так далее. Говорит ему, Хофицхайм, что произошло, когда ты пришел ко мне, спрашивает о благословлении, о Парнасе, ты настолько был без настроения, без этого, сейчас, во всем мире кризис, во всем мире этот, нет хлеба, нечего кушать, и ты в радости и говорит, Ребе, вы знаете, в тот момент, когда я пришел к вам за благословление Парнасы, в мире было все, в мире было все, никто не хотел мои продукты покупать, то, что я предлагал, всегда люди говорили, смотри, у другого человека намного дешевле, почему я должен у тебя покупать? они ходили у него покупать, выигрыш был очень маленький, сейчас, когда, когда нету, тогда, когда есть инфляция, когда есть нету, действительно физически нету продуктов, люди бегают за мной, хотят не только то, что за маленький выигрыш, за большие выигрыши, остаётся, говорит, после продажи вещей. Они готовы платить любую именно цену, чтобы получать продукт. Говорит Ховецхайм, тоже самая вещь, мораль, которую я изучал этого человека. Раньше сто лет, тысячи лет тому назад было легко соблюдать шаббат, легко было соблюдать заповеди, легко было изучать стору. Но сегодня, когда у нас столько соблазнов, соблазн интернета, соблазн общества, соблазн нескромности в обществе, где мы живём, соблазн лошонары, который постоянно во всех соцсетях и во всех людей, всё, и всё, и всё. Соблазн всех людей, которые отвозят наши разные мысли от наших великого поколений, соблазнов вокруг абсолютно. И человек сильно стоит, как дерево, сильно стоит, как железо и идёт и делает. Настолько, настолько, настолько большего человека есть заслуга за свои добрые дела, которые человек делает. Это говорил Ховецхайм, дорогие друзья. Сто лет тому назад, что нам сказать наши поколения, наше бедное поколение, которое настолько сильно, настолько большое у нас заслуга от человека полагается за все вещи, которые человек делает? Один бецар, один не в лёгкости соблюдать заповеди тысячи раз больше, чем в предыдущих поколениях. Потому что всё рассчитывается по тому состоянию, душевному состоянию, которое человек именно делал в той или иной заповеди. Это одна сторона от этой истории, это случай, который торону рассказывает, наказание, которое получает этот вор. Мораль, которой можно на самом деле изучать для нас настолько сильная, чтобы мы знали, как наказание или заслуги работают именно от зависимости от реальности для человека, который делал той или иной заповедь. Но есть ещё один очень сильный момент, который хотел бы чуть-чуть фокусироваться на это. Этот момент, который я сказал в начале урока, вещь, который нелёгкий, но оно чрезмерно, чрезмерно, дорогие друзья, сильнее. Чрезмерно, чрезмерно сильнее. Если мы возьмём этот урок, дорогие друзья, я опять-таки повторяю, это нелегко. Я знаю себе, что это нелегко. И это, может быть, сегодня-завтра будет чрезмерно тяжело взяться за эти. Но знать и хотя бы один раз выдержать это испытание, мы даже не знаем, какой большой вещь мы можем достоиться в этом мире. Дорогие друзья, задумаемся ещё раз опять-таки о том случае, о котором мы и говорили. Этот человек, который был вор, испытывает стыд, стыд. Из-за стыда у него уменьшается наказание, которое он должен был, в принципе, получить. Написано, дорогие друзья, в наших святых книгах то, что человек, который делал не совсем идеальные дела. И, как Шуамель говорил, нету человека в этом мире, который делает всё время доброту и не грешит. Грех, дорогие друзья, он носит с собой ответственность. Так, как говорил Рабисовый Салантер, этот мир – это как пятизвёздочный отель в Париже. Человек заходит в отель, он выпил кофе, пошёл, захотел миральную воду, взял миральную воду. Взял, пошёл, хотел пирог, покушал пирог. Взял что-то там, сям. Когда он хочет покинуть отель, ему даётся целый, большой лист вещей, то, что он использовал в отеле, и за все вещи, которые он должен сейчас заплатить. Ему даётся чек, пожалуйста, заплатите. Я говорю, за что? Я же был в отеле, всё же можно было бы. Всё же можно, всё стояло у меня в комнате в этом. Я говорю, да-да-да, вы правы, но вы не просчитали правильно. Я говорю, это не было бесплатно всё. Вы заплатили за то, что вы спали здесь. Но за все остальные услуги здесь всё абсолютно платно. Рабисовый Салантер, дорогие друзья, говорил, что этот мир похож на пятизвёздочный отель в Париже. Всё у вас возможно, всё открыто. Но за всё платится. За всё. И за заслуги, и за хорошие вещи, которые мы хотим взять от этого мира. И человек, который, не дай Бог, какой-то любой грех, любая вещь, носит за собой ответственность. И человек, мы же надейдём, в каббали как это работает. Но мы все понимаем, что это тот реальность, которую Творец им нас создаёт в этом мире. Есть в этом мире. Дин, Веждаян. Есть в этом мире. Этот мир это не джунгли. И Творец засматривает за этим миром и смотрит за наши действия. Теперь смотрите, что происходит. Творец, он должен каким-то образом этими деяниями, которые мы самыми своими руками создали. End of the day. Конечно, в итоге, то, что происходит с нами в этом мире или в будущем мире, это тот фрукт нашего рукодеяния. Будущий мир, в котором мы всё время говорим об этом, то, что мы говорим об этом всё время. Это не какой-то образ, который там создаётся. Это мы наши рукодеяния, то, что мы делали. То, что мы, как говорили наши друзья, тот, кто работал в пятницу, тот и будет кушать в шаббат. То, что мы делали в этом мире, то и будем получать на будущем мире. То эти деяния, которые есть в этом мире, это духовные энергии или духовные вещи, которые есть. Они должны каким-то образом отплатиться или должны прийти какие-то наказания на человека. Дорогие друзья, к этому есть несколько путей, как, не дай Бог, может прийти на человека определённые неприятности. И, как мы уже сказали, надзор Творца и его наказание и заслуги в этом мире, оно происходит всё абсолютно тщательно. Именно один в один всё обстоятельное деление именно Творца. Один из невероятно больших подарок, который Творец делал нам, то, что человек, он в состоянии в этом мире, будучи в этом мире, дорогие друзья, в этом мире, за обиды или позор, которые он получает от людей, отплатить чрезмерно большие неприятности, которые могут на человека прийти в этом и в будущем мире за свои деяния. За стыд, который другой человек может стыдить, стыдить человека, и человек замолчит в этот момент, за это может человек стереть из себя невероятно большое количество плохих вещей, которые могли бы на противный человек. Наши праведники, зная этих вещей, они никогда не бегали за уважением. В том, что Ховецхайм говорил, в этом мире, дорогие друзья, говорят наши мудрецы, человек не в состоянии получать награду за свои добрые деяния. Как можно ещё человек должен получать? Ещё один рост строится, ещё один вилуй. Это всё материальные вещи, это всё хевелавалим. Но что? В будущем мире это все наши заслуги, которые мы делаем, любое соблюдение шаббата, любое браха, любое всё, это всё нецах нецахим, вечность, которая ждёт нас. Дорогие друзья, у нас есть одна вещь, которую человек может оплатить здесь, в этом мире. И за свои заслуги человек может получать даже здесь уважение. За кого-то, за респект, который может человек получить здесь, в этом мире, человек, не дай Бог, может потерять свои заслуги, которые он делал. Почему? Потому что уважение – это вещь, которая душевная. Это связано с душой человека, это связано с его эмоцией, это эмоциональная вещь, это душевная вещь. И заслуги за митцвот тоже связаны с нашей душой. А в этом мире что ты можешь получить? Дать душу какую-то вещь. Рос-ройс – он не радуется Рос-ройсом. Яхта – он не радуется яхтой. Хороший дом – не радуется он. Что? Уважение. И не дай Бог, человек может получить и потерять, не дай Бог, свои заслуги, которые он делал в этом мире за пару минут именно уважения, не дай Бог. Зная эту вещь, все наши праведники, мы видим это постоянно, постоянно, убегали постоянно от уважения. Убегали постоянно от уважения. Столько историй есть тогда, когда люди, великие праведники не рассказывали, кто они были на самом деле. И люди думали, что они какие-то простые люди. И они получили приобрежение и уважение. И они молчали. Ничего не говорили. Потому что знали, что тем, что они получат сейчас, какое-то уважение за то, что «Ох, это Хофцхайм», «Ох, это Равшах», «Рабода», «Йосеф». Они бы… Что они потеряли бы? Что они выиграли бы? И какой у них была бы потеря? Они говорят, лучше в этом мире получать какие-то неприятности, какие-то именно вещи, которые будут беззаем, какое-то пренебрежение. И какие именно вещи, которые мы можем оттуда, отсюда, «Лехапер», то, что называется, иметь капарат авонот, который у человека есть. Рассказывается, в старости лет, когда был Рабштаймана, в один из больших собраний, великие раввины были и так далее, вышел, говорит, один человек и прилюдно начал Рабштаймана просто говорить «Ужасные-ужасные вещи против него». И Рабонин, все люди говорили то, что мы… «Ура-ура, смотри, что он делает». Он все говорит, садитесь все, никто ничего не говорит. Никто абсолютно ничего. Говорит, все это идеально, все хорошо, все хорошо. Это говорит, «Мехапер», говорит, «Искуплят», говорит, «Мои грехи». «Искуплят», говорит, «Мои грехи». Хочу вам, дорогие друзья, прочитать вам историю про цара Давида. В книге Шмуэль «Бет», рассказывается историю про цара Давида, который мы все знаем, кто он был. Следующая вещь. В книге Шмуэль «Бет», говорит, «Мои грехи». «Обамелых Довид» «Ад-бахури». «Першу говорит, «Кароль Довид» «Дуомеса-бахури». «Воине, мишам, ищиоцэ». «Ивот оттудава, вихудит ад-дин-человек, «ммешпахат ад-цеми» «бит шаул «ушмош-шими» «бен-гера». «Йоцэ» «яццо мекалэл». «Вихудит ад-дин-человек, от семейства Шауля, выходит он, которого звали Шимми-бен-гера, выходит и проклиняет короля Давида». «Проклиняет короля Давида». Дорогие друзья, король, не простой человек, тогда, когда уже Давидом, Мелек был королем. «Вайесакэль баваним» «Он топтает, он ударял Давиду камнями». «Веткхол авдия Мелех» и всеми, всеми людьми, которые были с Давида Мелехом, короля Давида. «Вехол аан, вехол агиборим, именом и смолом», все, которые были направо, налево, всех ударяют именно камнями. Неуважение короля, дорогие друзья, сразу же сметанниказы. «Вехол амар шими бекалело». И так сказал шими бенгера, тем то, что он проклят Давида Мелеха. «Це це, иш хадамим и иш хабелиал». «Убирайся, убирайся, убирайся, убирайся вон, убийца и мерзавец». Я так в переводе сейчас читаю его. «Убийца и мерзавец», дорогие друзья, называет короля Давида прилюдно. Я уже читаю сразу же в переводе. «Обратил Господь против тебя всю кровь дома Шауля, вместо которой ты стал царем и передал Господь царство в руки Авшалома сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты убийца». Кидает камнями, прокляет его и говорит такие вещи, которые абсолютно неправда. Представляем себе позор, который Давида Мелех, король Израиля, король Израиля, дорогие друзья, сейчас стоит, и Шимим бен Гарат делает именно такие вещи, говорит против него таких ужасных вещей. «И сказал царю Авишай, сын Цурья, Авишай бен Цурья, зачем ругает этот мертвый пес, господина моего царя? Почему он ругает?» «Позволь пойду, я и сниму с него голову». Говорит, и бьет сразу же. Говорит таким образом против короля. «Снимай его голову, он полагается по закону». Дорогие друзья, смотрите, что говорил Давида Мелех. «И сказал царь, что вам до меня, сын Цурья?» Он обращается к нему. «Пусть он ругает». «Верно!» «Господь повелел ему…» Смотрите, слова короля Давида, дорогие друзья. «Господь повелел ему…» «Ругай Давида!» «От Творца было это…» «То, что сказали, что Давида Мелеха должен был получать эти клалоты, эти проклятия, эти ругания. Говорит, Господь сказал ему, «Калель!» «Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» То, что сейчас он стоит и говорит эти слова, это Творца. Значит, Творец дал ему силу, ему возможность и мысли, что он пришел на эти вещи и говорил, «Кто может сказать его, остановись?» То, что он делал это неправильно, это был его свободу выбора. Беводай, что он должен был получать смертельный казнь, и это уже в конце мы знаем, все, что Мелех с ним делал. Но он в этот момент говорит, «Ребята, это было от Ашема. Ашем, Творец, сказал ему, «Калель!» «Ашема морлю, Калель!» «И сказал Давид, «Обещаю и всем услугам своим, вот если может сын мой, который вышел из недр моих, искать душу, души моей, то тем более теперь Бениаминин». Значит, его сын пошел против него, он хотел его убить, сын Давыда Мелеха. И сейчас он, который сын потомоковый от Бениамина, который был Шаул, от Бениамина, да, он тоже стал сейчас против меня. «Оставьте его!» Пусть ругает. «Верно повел ему Господь». И теперь смотрите, дорогие друзья, следующие слова, невероятно сильные слова Давида Мелеха. И этот урок, который мы должны знать на весь наш жизнь. Слова Давида Мелеха, что он говорит, я потом раскрою вам, что в этот момент Давида Мелех удостоился. «Может быть, увидит Господь нижение Мой и воздаст мне Господь добром за ненешнее Его злословие». Говорит нам король Давид, тем, что сейчас он унижил меня, то, что он сейчас опозорил меня, то, что он сейчас делал, такие вещи, может быть, Творец делает мне доброту за это. Объясняем тут Малбим, то, что человек, тем, то, что Давида Мелех говорил в начале о своем сине, то, что его король пришел к нему, то, что порой пришел к нему и сказал, что от твоих детей придут кто-то, кто восстанет против тебя, который, мы знаем, его сын хотел его убить. Дорогие друзья, Давида Мелех говорит тут, то, что мой сын хотел меня убить, этот позор, это все, может быть, у меня было искупление моих грехов тоже. А теперь то, что он сейчас говорит, и так проклиняет, и ударяет, и это унижение, и все то, что он сейчас говорит, прожил я. Может быть, за это Творец меня даст, говорю, благословление. Может быть, будет заслуги за это унижение, которое у меня я сейчас говорю, получил. Урок, который дает нам Давида Мелех, это что-то невероятное. Урок, который дает нам Давида Мелех здесь. Человек получает иногда какое-то унижение, какую-то неприятность тем, то, что человек осознает, то, что это было действительно Творца. У нас даже нет представления, столько может человек искупить свои грехи, которые на него должны были именно прийти. Это одна сторона. И это еще может быть то, что человек удостоится какое-то невероятно большое благословление, которое Творец хочет сейчас дать человеку. Хотел услышать, что в этот момент было решено наверху. Я хочу вам прочитать, дорогие друзья, слова, которые приводятся, что это мусор от наших мудрецов. На этот момент на этот момент было решено верхних миров чтобы король Давид чтобы Давида Мелех являлся один из Мерковы чтобы он не являлся один из тронов то, что называется в переводе в этом мире. У нас есть четыре людей, которые являлись Меркова Творца в этом мире. Это был Аврагам, Ицхак, Яков, ни Мошера Бену, ни Ахарон, ни Иосиф, никто, дорогие друзья, нежели Давида Мелех. На них стоит абсолютно весь мир. Аврагам, Ицхак, Яков, Давид. Это Меркова Творца в этом мире. Это тот колесница Творца в этом мире. Заслуги чего удостоился Давида Мелех? Когда Давида Мелех говорит Ахшема Марлокалем Творец сказал ему ругай его кто мы такой что мы должны что-то сделать. И может Творец даст мне благословление за это. Маленькая вещь, которую мы даже не знаем, что на самом деле сверху готовится на самом деле для человека. Иногда, когда человек переходит именно такие моменты, сняты иногда даже представления, что на самом деле ожидается и может человек получать именно когда есть такие моменты. это может быть среди друзей, это может быть дома, это может быть везде какая-то обида или кто-то приходит, человек унижает унижение у нас есть вариант всегда да ответить и мы можем ответить. Дорогие друзья молчать сейчас в этот момент мы можем что это благословление которое у нас даже нету представления. Говорит нам Томир двора в своем святом книге Томир двора он говорит я прочитаю и переведу слова которые такие золотые и как настолько сдаётся нам на самом деле задуматься об этих вещах. Пусть говорит человек думает постоянно о своих грехах. И человек в принципе должен хотеть о здравоучениях и наказаниях чтобы человек лучше дорогие друзья чтобы человек очистился от этих грехов в этом мире чем нежели в будущем мире. Рамбан говорил потому что если мы возьмём все страдания Йова если мы возьмём все страдания Йова которые по размеру упомянули его ужасные страдания все абсолютно в мире который был топ-топ-топ этого мира и потерял все в этом мире за короткий на срок детей богатства телесные наказания все абсолютно все это если возьмём говорит нам Рамбан и соберём всё вместе и это удвоим на 70 лет умножим на 70 лет страдания человека это ещё не сравнится одной наказание в будущем мире и Рамбан знал что он говорит Рамбан прекрасно понимал что он говорит дорогие друзья мы не знаем какой там на самом деле не дай бог ждёт на самом деле за действия именно человека здесь нам даётся такой бонус мы можем за считанные какие-то стыд или какую-то маленькую вещь спасти свою душу от вещей которые даже не можно себе представить этих высоких и больших вещей и ещё благословление которое может иметь в этом мире что он говорит Томар 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 пишет нам что какое именно из наказания которое может человек иметь в этом мире который человек не уберёт не отойдёт от его нормальной жизни от жизни где может человек служить Творца и не будет мешать его служению Творца какое же из наказания какие из вариантов где что может человек получить самый лёгкий вариант не то лучше говорить на промышленность чем то что человеку дадут какой-то стыд в этом мире тем то что будет говорить против него будет обзывать или что-то говорить этим человек может искупить невероятно большие вещи из своей жизни Ведь тем то что кто-то ругает или кто-то говорит что-то от человека не уходит его богатство человек не уходит его здоровье у него есть еда на столе у него есть одежда говорит дома и от него не уходит ни жизнь его ни жизнь его родить ни детей ни от кого их смертью не дай Бог если это так это такой именно сделка то что называется человек должен захотеть и бегать за этими за этим видом наказания например малили лейтанат пусть человек скажет зачем мне сейчас быть в постоянном страданиях в постах и так далее и так далее чтобы я был слабым и так далее я возьму лучше эту вещь чем то что кто-то будет унижение придет у человека или какой-то стыд и так далее и я буду молчать от этого и я буду здоровым и у меня будет все дома и так далее продолжать другими словами дорогие друзья если мы можем дать какой-то пример от слов то что говорит нам Томир двора у человека есть несколько вариантов представляем себе если в Шамайме решается на небесах решается человек да должен получить какое-то сейчас наказание за какое-то дела решается вот человеку спрашивать вот душу спрашивать ну-ка выбери что бы ты хотел бы может быть в то же деле есть как это наказание телесные наказатель ну ки-ладно может быть какой-то авария человек остался если бы чирпский всем без ноги не-няя в лесу без ноги как может хотя бы может быть чтобы дети что то что то не так нет Giraud Parodsa дом здоровье Ашим говорит нам, есть вариант, есть вариант, который самый идеальный, самая вещь, самая, стыд. Стыд это один из путей, которые человек может от своих грехов очиститься, готов принимать. Это самая, 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 самая приемлемая вещь. Говорит нам Томир Двора, это то, что человек должен бегать. Это то, что человек должен хотеть, в принципе, да, мы понимаем, большие цены, которые были на уровне, они действительно бегали за этими вещами, дорогие друзья. Видишь, которые уровни, я сам еле-еле понимаю, как бы этих высоких уровней, но на простом уровне, который с нами происходят, какое-то испытание с Божьей помощью. Да, реально, на самом деле, выдержать эти испытания, которые, на самом деле, не стоит тоже сейчас даже переживать. Это настолько большой подарок может стоять за этим, который тем, что сейчас отвечать, оно не стоит того. Оно не стоит того. Оно не стоит того. Или же искупление грехов. Или же подарок, который Творец хочет сейчас нам подарить. Чтобы говорить, ты молчал, вот я подарок, который хотел тебе дать. То богатство, то здоровье, или то детей, или то нахас, что бы ни было бы. Кто знает, что ожидает, какое благословление Творец хочет сейчас нам на самом деле подарить. И за мелкие вещи, маленькие вещи, и в всех святых книгах, это везде абсолютно, это написано, дорогие друзья. Это Тон Диней Шамай, как мы видели, человек всего лишь, маленький, стыд у него было, 20% меньше получает наказание. Стыд у тебя было, все, меньше. Уменьшается твое наказание в этом мире? Уменьшается? Уменьшается. И давайте посмотрим, что говорят наши мудрецы в трактации Рошашана. Человек, который переходит через свои качества, через у него есть какая-то сложность, но переходит через ярость, через то, что он может ответить. Отвозят от него тоже алкоголь пеша, от всех его грехов. Мне же это говорить про Рошашану, это чего? Человек переходит через свою гимму, он может ответить сейчас? Он может что-то сказать, нет, что человек там, нечего сказать, слабый, какой-то, нет, он может. Да, ты можешь, да, у тебя есть. Молчать этот момент. Но вверху смотрят, что бахший бог, стираются от него, уходят от него эти грехи. Теперь смотрите, что говорится. Говорят наши мудрецы, в Сахар-Шаббат, то, что есть три разных уровня. То, что человеку, который приходит какой-то стыд в этом мире, и он может выдержать и держаться насильно в этих испытаниях. Говорят наши мудрецы, еврейский народ, они элавин веэйнам олавин. Они могут обижаться, они другим могут обижать их, но они веэйнам олавин, но они не обижают других. Шом инхерпатан, они слышат, так как другие обижают их, веэйнам олавин, и они не отвечают обратно. О сын ми ахава, усмехим бейсурим. Они делают это все из любовью, и они счастливы от их наказаний. Про них сказано, вео хава в кеце дашемеш бигурато. Значит, это, говорит за мной, обрез качествами еврейского народа, объясняет нам, да говорят, объясняет нашим мудрецы, то, что тут дается нам три разных уровня, которые рассказывают нам тут нашим мудрецы. Первый, то, что человек слушает, так как его обижают, или его плохо говорят, или так далее, или у него стыд, и он отвечает, он может отвечать человеку, говорит, почему ты так со мной, и так далее, но не приобрежая другого человека. Ты такой, кто такой, ты со мной так, и так далее, отвечает ему то, что, и хочет этим обижать, и унижать другого. Это, говорит, первый уровень, который тут говорят наши мудрецы. Это, что говорится, не лавим, пейнам олвим. Они могут обижаться, у них есть обидок, другие обижают, другие обижают, но они не отвечают это первый уровень есть еще больше уровень уровень когда он вообще ничего не отвечает но что но у него в сердце есть действительно боль боль за это то что на самом деле все мы так обратились я должен говорится шом инхер потом они слышат но они ничего не отвечают они слышат им больно этот третий уровень дорогие друзья человек который счастлив от этих и сурим от этих наказаний они говорят ему плохи самому говорят какие-то обиды но он счастлив от того то что действительно приходит через такой образ его наказание это уровень мы понимаем действительно глубокий но хотя бы один из этих уровней которыми сказали человек не отвечает или же отвечает но не то что обижать ему обратно ульяйка машины хопера внутрь может через этих вещей может творец искупить на крышный человек какой невероятно большой подарок на самом деле который может человек иметь тех или именно случаев на нашей жизни это может быть настолько неожиданно дорогие друзья иногда и к сожалению очень часто это приходит от тех людей которые мы вообще не ожидаем от тех людей которые нам чрезмерно близки от тех людей которые мы чрезмерно много делали иногда бумерангом возвращается что-то не то испытания испытание 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 дорогие друзья это нелегко прекрасно понимаем что они легко но с другой стороны как мы уже сказали уважение в этом мире получать это стыд но с другой стороны уважения в этом мире человек бегая за уважением может чрезмерно многим на потерять может чрезмерно много потерять, оно стоит того, стоит ли того, что человек делает какое-то доброе дело, он ожидает, чтобы другие хвалили ему, он ожидает то, что, а, скажите, посмотрите, посмотрите, что я делал это, я помог бы днякам, вот я построил это, смотрите, смотрите, мы даже не знаем, что за этот пару секунд то, кто скажет, молодец, красавчик, что мы можем потерять ради этого, вечность, благословление в этом мире, в будущем мире, человек может, не дай Бог, потерять частично свою заслугу, которая может ему, ему детям на поколениями, тысячи поколениями может на самом деле служить, ради что, ради что кто-то тебе сказал, ты молодец, разве что это нам надо, оно не стоит, человек должен быть мудрым в этой жизни, дорогие друзья, Тора делает нас мудрым, что мы не были, а, полагается мне, не полагается, он знает, кому что полагается, но что убегать от уважения. Я хочу закончить историю. Опять-таки, наша Саба Кадиша Хофицхайм. Саба Кадиша Хофицхайм, дорогие друзья, тогда, когда он написал Мишнабруру свою самую известную именно книгу, Аллахи, Мишнабруру, который сегодняшний день, весь еврейский народ, весь еврейский народ, Шкинази, Сварады, Хасид, Литаин, неважно, все изучаем книгу Хофицхайма Мишнабруру. Это основа Аллахи. Когда он написал, дорогие друзья, эту книгу, у него не было денег, чтобы распечатать эту книгу. Его Шамаш пошел искать богатых людей, состоятельных людей, кто будет готов удостоить им и честь, чтобы давать деньги, чтобы распечатали книгу великого Хофицхайма. И действительно, Шамаш Хофицхайма нашел одного человека, который этот человек сказал этому Шамашу Хофицхайма, совершенно внимательно, я хочу полностью дать деньги, чтобы распечатали книги Хофицхайма Мишнабруру, под одно условие. Условие, оно очень серьезное. Сказал ему это богатый человек, условие, то, что я тебе даю деньги для этой книги, что ты никому не расскажешь о том, то, что я дал деньги для книги Хофицхайма. Никому, 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 никому ты не расскажешь о том, то, что я дал деньги Хофицхайма. Раздел, чтобы распечатала книги Хофицхайма. Я сказал, хорошо, посадай. Не хочешь, чтобы никто мне рассказал? Посадай, хорошо, сделай. Действительно, этот человек дал эти деньги, распечатали книгу Хофицхайма. Через какое-то время сын этого человека встречает этого Шамаша. И он рассказал, ах, твой папа, мамаш, такой золотой именно человек. Как мамаш именно помог, как ему взялся именно за этим добрым делом, что он хотел участвовать и иметь эту заслугу, мамаш, чтобы запечатали книги Хофицхайма. Таким у нас заслуги. А этот сын вообще не знал, не слышал, не знал вообще абсолютно. Говорит, да, мой папа участвовал в этом, он делал. Говорит, да, 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 ты что, не знал? Я думал, что, ну, семья, это что он и рассказал вам то, что он дал деньги за Хофицхайма. Он говорит, нет, я вообще не знал ничего. Почему? Приходит домой, весь в счастье, в радости. Говорит отцу, папа, такое счастье и радость. Только что, говорю, мне рассказали, что ты дал деньги для того, чтобы распечатали книги Миштнабруры, книги Великих Хофицхайма. У тебя такие заслуги, папа. Как творитель был достоил этого всему. Дорогие друзья, услышав эти слова. Этот богатый человек начинает плакать, плакать, плакать без остановки. Сын успокаивает его, папа, все нормально, почему ты плачешь? Я такой рад, что я тебе сказал такого. Говорит ему, откуда ты узнал об этом? Говорит, я Шамашу встретил, он мне рассказал. Он думал, что это в семье, все знают этого и так далее. И сказал этот богатый человек своему сыну. Сынок, я не хотел, чтобы ни один человек не знал об этом вещи в этом свете. Чтобы никто, никто абсолютно не должен был знать об этом вещи. Потому что я хотел, чтобы эта вещь был моим билетом в будущем мире. Я не хотел даже грамм уважения получать для того, чтобы, что я делал, что я ждал распечатать мне книгу в Ицхайме. Я не хотел ни один грамм, ни маличайший грамм, потому что я знал, это будет мой билет в будущем мире. Я хотел полностью получать заслугу в будущем мире. И ты сейчас приходишь, даешь мне уважение. Я не хочу, я плачу от этого, не хочу получать никакого уважения в этом мире. Я хочу этот Митцево, чтобы был на своем полноценности. Я не хочу в этом мире продавать его за какие-то мелкие именно уважения. Я хочу все говорить там, там, где есть настоящая именно заслуга. Дай Бог, чтоб Творец сохранил нас от испытаний. Мы все время молимся, Творец, не давай нам пойти под испытанием и не под стыдом. Мы не желаем таких испытаний, мы молимся об этом. Но если Творец послал, мы не должны рассматривать это так как, «А, как же со мной это произошло?» Это подарок от Творца. Чтоб Творец дал нам всегда силы безжатошим, чтобы знали и осознавали в этот момент, чтобы не ломаться, чтобы быть чрезмерно сильным в этот момент. И чтобы выдержали мы эти тяжелые испытания. Но молиться мы должны всегда, чтоб Творец не давал нам эти испытания. Это нелегко, это нелегко переживать это все. Но если оно пришло, чтоб Творец дал всегда много света. Без ратышем, всем желаем, чтоб Без ратышем Творец дал много благословения, много силы, много заслуг, много схуёд, чтоб достойность многих благ Без ратышем. Творец простил Без ратышем наши грехи и легкими путями, чтобы все эти вещи без ратышем ушли от нас, от моей генерации. Изомерть. Без ратышем,